Уже третий раз, наверное. Сегодня мы действительно с вами поговорим о парвавирусах собак и кошек. Но, в общем-то, не только. Мы еще с вами поговорим о группах крови кошек. У нас сегодня будет с вами две таких темы. В следующий раз, последний, мы с вами поговорим о респираторных заболеваниях собак и кошек, о питомниковом кашле собак и его антиологических сагментов, и о респираторных инфекциях кошек. Ну, собственно, давайте займемся сегодняшней темой. Я думаю, что она тоже, на самом деле, достаточно актуальна. Тем более, что парвавирусной инфекции сейчас действительно очень много, что меня, в общем, некоторое время удивляло, потом я уже перестала удивляться чему-либо. Ну, вот, тем не менее. Я думаю, что мы, как и все, так сказать, прошлые вебинары, будем это делать таким образом. То есть, сначала мы поговорим с вами, точнее, ну, я буду говорить, да, о парвавирусной инфекции, в конце мы прервемся на ваши вопросы, и вторая часть будет посвящена группам крови кошек, и после этого тоже я отвечу там на все ваши вопросы, если таковые будут. Вот, поэтому, наверное, пока что я чат закрою, потому что он, наверное, мешает что-либо видеть, ну, то есть, в общем, заслоняет кусок экрана. Вот, а после того, как я закончу с парвавирусом, я его снова включу и отвечу на все ваши вопросы. Вот. Вот, давайте начнем. Естественно, вы все знаете эти заболевания, парвавирусные, трик собак и панликопению кошек. У меня такое ощущение, что вот сейчас, да, в течение последних буквально двух лет, это какое-то, ну, просто наиболее распространенное инфекционное заболевание действительно среди мелких домашних животных. Потому что, по крайней мере, вот у меня такое ощущение, что мы проводим диагностику, вот, в основном на парвавирус, да, еще много там коронавируса, но, да, собственно, да, но вот-вот-вот парвавирус это какой-то бич в последнее время. Видимо, ну, может быть, потому что не все, недалеко хозяева вакцинируют своих животных, хотя мне это, конечно, странно. Плюс у нас с вами в последние годы очень сильно, по-моему, уже не уже климат, и вот та погода, которая сейчас стоит в нашем патерлоге, она как раз очень способствует заражению этим вирусом, потому что сейчас тепло и влажно, и вот как раз самая-самая такая подходящая погода для того, чтобы этот вирус успешно передавался нашим с вами животным. Ну, все, я так думаю, знают и бытовые названия этой инфекции собак, это называется олимпийкой, у кошек это, к моему удивлению, называется кошачьей чункой, то есть я на самом деле не так давно об этом узнала, что вот эта под кошачьей чункой подразумевается парвавирусная инфекция кошек, ну, в общем, мы это привыкли больше называть, я это знаю больше под названием панликопения, но, тем не менее, такие вот названия, они существуют в быту, и, в общем, очень многие владельцы доводили просто до истерики, когда по телефону пытались мне сдать анализ на какую-то кошачью чунку, я никогда не могла понять, что же, собственно, они хотят от меня. Ну, мы начнем с вами по порядку, то есть парвавирус это очень маленький вирус, по которому, собственно, название само себя говорит, да, слово парва это маленький, это не оболочечный вирус, то есть у него есть только капсид, у него нет еще оболочки над капсидом, это ДНК-содержащий вирус, он содержит внутри капсида одну цепотичную ДНК, и для того, чтобы этот вирус успешно размножался в организме хозяина, да, или реплицировался, или производил сам себя, ему для этого необходимы быстроделяющиеся клетки, то есть это такое практически самое необходимое условие, да, для успешного существования этого вируса. Вот для сравнения здесь показана схема, да, буквы А обозначены паровирусная частица паровируса готовая, да, и смотрите, какой огромный рядом коронавирус, то есть он раза в три, да, если не в четыре, больше нашего паровируса. Как я уже, да, сказала, намекнула, паровирусы очень-очень стабильны в окружающей среде, то есть они могут выживать в течение буквально времени в ходе 10 месяцев выраженных фекалиев в окружающей среде, то есть вот в такой погоде как раз это все лежит, ну, возможно, дождичком смывается, конечно, но тем не менее. И для того, чтобы, в общем-то, этот вирус активировался, нужны более такие сухие и жаркие условия, то есть вот летом обычно, если оно сухое и жаркое, то, конечно, в случае заплевания меньше. То есть если мы хотим искусственно там протереть какие-то поверхности после животного, которое мы знаем, что оно болеет, заражено паровирусом, мы должны воспользоваться какими-то достаточно агрессивными хлорчодержащими соединениями, то есть показано, что этот вирус активируется белизной, да, это у нас 5-25% гипохлорид натрия, он активируется достаточно агрессивным формалином, да, 4-процентным формалиногидом и какими-то другими агрессивными, как я уже сказала, содержащими соединениями. Я думаю, что для этого вполне себе подойдет продающийся для санации всяческих лабораторий и больниц так называемый ДП-2Т, то есть это такой агрессивный, гонимший препарат, который разводится в большой, такой сильной концентрации и им все моется. Также парловирус погибает при нагревании его до 90 градусов вот в течение 10 минут, то есть если мы выдержим это время при такой температуре, то мы тоже избавимся от этого вируса. Это если кому нужно будет там помыть приемную после такого животного. Ну, поскольку мы с вами будем договаривать, в общем-то, о собаках и кошках, я вот сделала такой слайд, на котором перечислены те вирусы, которые поражают эти животных. Собственно, для собак известны два типа вирусов. Это канин парловирус собак первого типа и парловирус собак второго типа. И вот этот вот парловирус собак второго типа, у него есть несколько штаммов. Четыре штамма таких известных. Собственно, собачий парловирус второй, собачий парловирус 2А, 2Б и 2С. И вот непосредственно собачий парловирус второго типа, все эти штаммы, они вызывают вот это вот то, что мы с вами называем олимпийкой или парловирусный интерит. А собачий парловирус первого типа, он относится немножечко даже к другому роду парловирусов. То есть он, это я дальше более подробно скажу, и он вызывает более мягкое заболевание у щенков в основном. То есть описывает, что он вызывает какую-то клиническую картину у щенков до трех месяцев. То есть да, он может привести к смерти, но чаще всего, как я поняла, эта инфекция гораздо более легкая и мягкая. И соответственно у кошек есть свой кошачий парловирус, который очень близок к парловирусу корьков. И как многие почему-то в это не верят, но тем не менее, кошки, как показано, болеют и собачьим парловирусом. То есть основной, конечно, процент заболеваний у кошек составляет все-таки их, вот этот пселинпанликопениевирус, до 95% на тем не менее, в 5% случаев у кошек в клинической картине икотин и парловирусная инфекция выживается собачьими парловирусами 2А, 2Б и 2С. То есть вот непосредственно собачий парловирус 2, вот этот штамм просто собачий парловирус 2, его действительно не обнаруживали, а вот 2А, 2Б и 2С, они были выделены у больных кошек. Что касается генетики парловируса, то есть собачий парловирус, он тем не менее относится к подгруппе кошачьих парловирусов. В первоначальном виде он распространился среди собак только в 1970-х годах, то есть вот была обнаружена вспышка, вызванная этим вирусом. И дальше он мутировал, и к 1980-му году уже стали вот известны все эти остальные 3 штамма, простите, 2, да, и в 2000 году в Италии был выделен совершенно новый, очень агрессивный и очень такой, как сказать, вирусный штамм 2К. Собственно, вирусом ликопеникозе, который и явился родоначальником парловируса собак, он известен с 1920 года. То есть это достаточно такие молодые вирусы, молодые заболевания, которые, ну вот, уже почти не так давно-то и возникли, в общем-то. И давайте немножечко поговорим об инфекции, которая вызывается проваливающим собак первого типа. Он был впервые выявлен в 1967 году, сикали их собаки, ну и армейской собакой, это, конечно, не шмотка, но, конечно, это собака, да, военная собака, которая, кстати, была предназначена для службы в армии, и в такой шпитале, ну вот в ходе каких-то, то есть у этой собаки впервые было обнаружено это же заболевание, и впервые был выявлен этот вирус. Он, действительно, этот вирус очень сильно генетически отличается от парловируса собак второго типа, да, по всем, в общем-то, параметрам. И на основании генетического анализа, который был проведен, его скорее относят к парловирусу коров, то есть и его, этот вирус, хоть он и поражает собак, ну, хоть он и поражает собак, его в настоящее время сейчас относят к роду бока-вирус, которым относятся также парловирусу коров и некоторые парловирусы людей. Доказано, да, что, ну, в настоящий момент точно доказано, что хозяином этого вируса, парловирус первого типа, является домашняя собака. То есть предполагается, что, возможно, другие псовые могут быть тоже, могут им поражаться, то есть он, могут быть тоже хозяинами, но точно доказанным хозяином является только домашняя собака. Вот как я уже сказала, считается, что он вызывает заболевания только у маленьких щенков в возрасте до 3 месяцев, хотя, как показывают исследования, в общем-то распространен также широко и по всему миру, как и парловирус собак второго типа. И вот так вот внешне, его клинические проявления, они, конечно, сходны с парловирусом второго типа, только, ну, как отмечают, они более легкие. То есть он точно так же может переходить через плаценту и заражать там плоды и приводить к гибели плода или новорожденных, а также, то есть он может вызывать какие-то пороки развития. То есть при экспериментальном заражении было показано, что через 4-6 дней после заражения этот вирус будет обнаруживаться в кишечнике, в селезенке, в мезонтериальных лимфатических узлах и тимусе. И у таких щеночков на 5-21 день жизни может появляться следующие клинические признаки, да, такие как эмпирит, мания, ну, миокардит, понятно, потому что вирус может выражать деляющиеся клетки сердца на ранних стадиях рождите, да, лимфодомит. И вот этот вот синдром Фрейден-Папс, то есть что это означает, ну, то есть щенок, грубо говоря, медленно угощает, то есть он нежизнеспособный, и часто, точнее, были зафиксированы случаи гибели таких щенков вот внезапно, то есть отмечается иногда внезапная шмертность. Семочков, которые были заражены либо транспортцентарным на поздних стадиях, либо уже, ну, практически перед родами, да, либо после рождения, ну, сразу практически после рождения. Вот. Ну, собственно, вот это практически вся информация, которую я, так сказать, нашла о правовирусе собак первого типа. и сейчас мы с вами, наверное, перейдем к правовирусам собак и кошек, которые, ну, вот, более традиционные, что ли, да, с которыми мы сталкиваемся гораздо чаще. Ну, в общем-то, то, что справедливо практически для всех вирусных заболеваний, то есть, да, если иммунитет из животного достаточно крепок, достаточно хорош, достаточно развит, то после заражения естественно заболевание, само клиническое заболевание может и не разлиться, то есть организм там, да, вирус, конечно, попадает в организм, животное с ним контактирует, но успешно это побеждает и, в общем-то, заболевание не развивается, то есть, да, и часто действительно это маленькие щенки могут и не заболеть, если у них достаточно высок уровень материнских антител, то есть, если они хорошо питаются маминым молоком, если они питаются им столько, сколько нужно, то, в общем-то, у них весь шанс не заболеется или, допустим, заболеть, но не так тяжело. Конечно, более тяжелое заболевание в принципе будет наблюдаться у щенков и котят, которые, у которых присутствует какая-то коинфекция, то есть, они могут быть параллельно заражены гельминтами, могут быть заражены простейшими бактериями, то есть, такими, как клостридии, компилобактер, хальмонелла, наверное, еще какие-то, то есть, ну, естественно, если глистная милазия, о каком-то киммунитете вообще можно говорить, хорошим, то есть, животные так ослаблены, тут еще вирус. То есть, сам непосредственно провирусный интеллект, который вызывает этот вирус, считается высококонтагиозным, естественно, заболеванием, то есть, этот вирус, он способен очень хорошо и быстро заражать животное. Чаще всего, конечно, заражение происходит при контакте с зараженными фекалиями окружающей среде. То есть, если там собачка погуляла, на лапах принесла, понюхала это все, естественно, собаки или кошки, там, они все обнюхивают, потому что таким образом они как-то информацию какую-то получают, ну, в общем, вот, именно так чаще всего они и заражаются. Также, собственно, это все дело очень легко подхватить в клинике, если вы, если по какой-то причине там в этом кабинете принимали, собственно, животное больное провалившим и остались какие-то его биологические жидкости или биологические материалы, это не убрали и принесли тут же следующее животное, вот это животное имеет все абсолютно шансы также подхватить этот паровый вирус. Соответственно, да, источником загрязнения могут служить там загрязненные инструменты, столы, загрязненные одежды хозяев, загрязненные одежды доктора, шерсть там самих собак и кошек, если они содержатся вместе, кто-то заболел, ну, то есть это все понятно. Инкубационный период у этого вируса в естественных условиях для собачьего паровируса второго типа составляет 7 от 7 до 14 дней, да, для других штаммов собачьего паровируса он может быть гораздо короче от 4 до 6 дней, да, то есть это более острое заболевание, гораздо более быстро развивающиеся. Для вируса кошачьего этот инкубационный период может составлять от 2 до 10 дней, и у кошек бывает так называемое острое течение этого заболевания, когда кошенок в общем-то погибает без развития каких-то клинических признаков, то есть нет идей вообще от чего он погиб, и тогда только вскрытие и только какие-то более специфические методы диагностики могут помочь установить от чего погибло животное. И в общем-то эта острая инфекция и заболевание вирусное может наблюдаться у любых животных, любого возраста, любых пород. То есть про собак пишут, что выявлена некая породная предрасположенность, в частности вроде как у немецких овчат предрасположены еще какие-то породы. то есть это за границей проведено исследование, честно, то есть у нас такой статистики нет, мы ее, к сожалению, не проводили, поэтому ничего не могу сказать. Ну, нет оснований не верить иностранным коллегам, хотя, к сожалению, вот сами оригинальные исследования, которые проводились для выявления предрасположенности, я не просматривала и я не знаю, честно, насколько там это все было болидно сделано. Ну, клиническая картина при прововирусе, наверное, не мне вам рассказывать, я думаю, что вы все гораздо лучше меня знаете, какая она может быть, то есть, да, это в классическом варианте, это высокая температура, это слабость, это рвота, это травовая водянистая диарея, с которой чаще всего в одежде приходят в клинику и техно-восусти аппетита, и естественно потеря веса. то есть обычно конечно животное приносит чаще босроты и диареи. Да, то есть это такие вот два таких маркера, по которым доктор в первую очередь там всегда практически пытается заподожить пару волью. Как у нас, что у нас происходит после того, как вирус упадает в организм животного. То есть как очень многие вирусы, парвовирус собственно не исключение, он после попадания в организм заражаемых калий, он начинает реплицироваться в лимфоидной ткани ротоглотки да, и вообще в каких-либо лифотических узлах в лимфоидной ткани то есть в лимфоидной ткани расподлетки он распространяется по мезентериальным лимфоидным лимфоидным илам, он распространяется в TINUS и, естественно, он распространяется в cripte тонкого кишечника. Да, как он распространяется из-за вот этого окологлуточного лимфоидного кольца? Он распространяется с кровью, но не внутри клета, как многие другие вирусы, он распространяется в свободном виде с плазмой. То есть вот эта вот вирмия присутствует после выхода, после репликации вируса в лимфоидной ткани, присутствует эта вирмия, которая может длиться буквально с первого по пятый день. При этом вирус распространяется, но в этот момент еще никакой комической картины в общем-то нету. То есть обычно хозяева на этом этапе еще ничего не замечают, хотя возможно там лимфатические узлы уже может быть увеличиваются, но обычно хозяин не ощупывает каждый день свою собаку, да и может быть он как бы и не умеет этого делать. Я почему просто заостряю на этом внимание, потому что мы потом будем с вами говорить о диагностике, и материале для диагностики. Вот, то есть очень многие раньше просто любили диагностировать парвовирус в крови, но по сути вот это единственный момент, когда его можно в дошедшем количестве найти в крови, да, в плазме. На этом этапе мы материалы животного, ну, обычно не забираем, потому что это животное к нам еще не пришло. Вот, я по поводу, да, диагностики остановлюсь сильно позже, но просто вот хочется на этом немножко заострить внимание, чтобы вы, ну, как бы понимали все последовательные события. Да, вот я уже сказала, что выраженная верминия в плазме наблюдается через где-то 1-5 дней после заражения, то есть вот в течение 1-5 дней там наблюдается пик вирусной загрузки в крови, и потом он распространяется по внутренним органам и в крови, в общем-то, пропадает, потому что, в принципе, с плазмой ему делать нечего. Он, естественно, этот наш вирус, для того, чтобы переключироваться, он должен попасть в размножающиеся клетки. То есть у взрослого животного проловирус все-таки в основном локализуется эпителия живодичного пишечного тракта и лимфоидной ткани, да, то есть у него симпатические злы, кустный мозг, да, привычная лимфоидная ткань, а также, в общем-то, естественно, попытается проникнуть любые быстро деляющиеся клетки. И в основном, вот в каких-то других, в каких-то других систем органов он попадает, естественно, у плодов и новорожденных, да, вот, например, у собак он часто обнаруживается миокарды при внутриутробном заражении и в центральной нервной системе у кошек при транспортно-центральном заражении либо рано, ну, сразу, практически после рождения. То есть да, не для кого-то не секрет, что, собственно, плодов практически все клетки, все системы органов интенсивно делятся. Естественно, вирус будет, ну, как бы, мы для жизненного отсутствуем необходимы. Необходимы эти рецепты, являющиеся клетки. Естественно, у маленьких, у плода или новорожденного, у него есть больше спектр, грубо говоря, клеток, куда он может попасть. Вот, естественно, он не попадает тоже в вообще систему органов, потому что у него нет там соответствующих рецепторов для соединения со всеми клетками. Ну, вот, совершенно характерные ткани, в которых его можно обнаружить у новорожденных и плодов, это миокарту собак и центральная нервная система у кошек. И, собственно, сердечная ткань у кошек тоже бывает рожена. Как я уже, наверное, уже, по-моему, раз в 10 сказала, что жизненный цикл провавируса очень жестко связан с клеточной депликацией. То есть, ну, он по-другому не может. И репликация провавируса может происходить только в клетке, которая находится в фазе эсметоза, да, то есть в активной вот фазе репликации, то есть когда она будет уже там делиться. Ну, в научных исследованиях было выяснено, что изначально вирус с клеткой соединяется с помощью трансферинного рецептора, если он, да, есть. И путем эндоксоза дальше он попадает в клетку. И, находясь вот в этой эндосоме, он попадает в ядро клетких хозяина, где, собственно, он, да, и будет дальше размножаться. Почему же, да, я так застряю внимание на фазе не тоже эс, и почему вирус вообще действительно так жестко привязан к клеткам, находящимся в этой фазе? Дело в том, что в геноме парловируса не содержится информации ни о каких белках, ферментах, да, управляющих репликацией. И поэтому для того, чтобы ему размножаться, он вынужден использовать вот эту всю машинерию, да, запущенную хозяина, всю эту кухню, которая... А, все эти белки, да, которые управляют, собственно, репликацией, они не постоянно есть в клетке, понятно, да, и они есть только в клетке, которая будет делиться. Поэтому, собственно, для того, чтобы размножаться, вирус должен попасть только в такую клетку. Если попасть, то он может быть может и в другое, но это ему бесполезно, то есть он там погибнет. То есть для того, чтобы ему размножаться, ему нужно попасть быстро делящуюся клетку и воспользоваться ферментами клетки хозяина для самовоспроизведения. Вот, то есть основная, в принципе, цель живой системы – это самовоспроизведение, и вот он успешно это делает в таких быстро делящихся клетках. Как мы видим, да, что привязка провалива к репликации клеток – это, в общем-то, главный детерминат от генеза вируса. То есть он впадает и успешно размножается только в таких клетках. И если он попал в организм животного в внутривтробном состоянии, то, естественно, мы можем предполагать, что он будет приводить к различным дефектам внутренних органов. То есть у кошки это часто дефекты центральной нервной системы, зрительных нервов. У собак это, в общем, не аккордит. Да, как я это уже говорила, я просто хочу на этом активировать еще разочек внимание. То есть у взрослых животных, где быстро, ну вообще, где, в принципе, деляющиеся клетки, быстро, не быстро. Да, это кишечник, потому что эпителия кишечника постоянно обновляет. Это кошный мозг, который продуцирует предшественники клеток крови. Да, и в любом случае, там клетки действительно активно делятся, потому что клеточная популяция крови, она должна обновляться достаточно быстро. И, соответственно, лимфоидная ткань. Да, потому что там тоже происходит очень активное деление клеток. Что же у нас происходит в кишечнике, да? То есть основная такая симптоматика, она связана именно с кишечными проявлениями, с проявлением со стороны желудочно-кишечного тракта. Да, и что у нас происходит в кишечнике, когда вирус попадает туда? В норме, да, у нас специальные клетки, кишечник-крипт, созревают в тонком кишечнике, в плазухе крипты, и они мигрируют из зародышевого вот этого эпителия, да? Дальше будет картинка, я сейчас покажу. То есть есть некий пул так называемых зародышевых клеток в плазухе крипты, да, которые, ну, служат для обновления популяции вот этих постоянно снищивающихся эпителиальных клеток крипты. Да, и, то есть эти эпителия зародышевые клетки, они постоянно в берегах обновляют, и крипты растут, и клеточки обновляются по направлению к концу вот этой ворсинки. После того, как, собственно, эти клетки достигают кончика ворсинки, они приобретают свою конечную дифференцировку, они начинают функционировать должным образом, то есть у них появляется абсорбирующая способность и способность, собственно, захватывать питательные вещества. Да, что же происходит, когда проваливирус заражает вот этот герминальный эпителий зародышки, да, и клетки ворсинок, то есть в результате у нас нарушается процесс нормальной естественной герминальной клеток, потому что проваливирус обладает, помимо всего, еще и цитопатическим эффектом, то есть он воспроизводит себя, и при этом он еще и убивает клетки, которые заразил, да, у нас не обновляется эпителий ворсин, у нас ворсинки укорачиваются и развиваются эпителий ворсинок. Вот здесь, собственно, замечательная схема, взята она, это схема из вечерника Грина по инфекционным заболеваниям, то есть слева мы видим строение нормальной ворсинки, да, вот этим желтым цветом, показаны как раз недифференцированные скриторные клетки, и здесь же, значит, находятся зародышевые клетки, которые служат для обновления пупуляции эндроцитов, да, вот они, собственно, делятся, и ворсина все время восполняет недостаток клеток, которые вот где-то здесь, собственно, ну, погибают, да, заканчивают свой жизненный цикл и естественным образом заменяются. То есть если это все функционирует нормальным способом, то здесь происходит абсорбция, да, поглощение питательных веществ, которые поступают, там, что-то в лимфу, да, жиры, что-то непосредственно в кровоток аминокислоты и там какие-то сахара, вот, если это все происходит нормальным образом. Что же происходит, когда турбовирус заражает как раз вот эти вот клетки? Натрис мало того, что он их, ну, повреждает, то есть они начинают погибать, то есть у нас вот эти клетки, которые отжили свое, они не регенерируют, ну, по сути, ворсина не регенерирует, потому что у нас популяция клеток не восполняется. И, естественно, вот эти вот уже отжившие свое клетки, они перестают выполнять нормально свою функцию. То есть и в результате этого у нас снижается и абсорбция, но при этом у нас усиливается, увеличивается, да, проницаемость вот этой вот ворсинки, да, то есть у нас в результате вот этой повышенной проницаемости внутрь организма может проникать уже практически все, что угодно и далеко неполезные вещества, то есть транспорт весь нарушен, нормальное функционирование нарушено и, соответственно, и ворсина укорачивается, то есть все уже работает плохо. Здесь картиночка, которая просто показывает, сравнивает, да, провоковирус, сравнивает места поражения различными вирусами, просто чтобы было, допустим, ну, понятно, сравнить, да, то есть вот эти вот зародышевые клетки, это мишень парвовируса, коронавирус будет реплицироваться уже в эндроцитах зрелых, то есть он практически их не будет особо повреждать, ну и, собственно, ротовирус также. Это просто наглядное сомнение, как действуют различные вирусы. На что принадлите, соответственно, он может развиваться действительно очень быстро, потому что, в принципе, эти нарушения в кишечнике развиваются очень быстро, то есть у нас в кишечнике ворсина обновляется очень быстро, этот цикл регенерации, он занимает мало времени. У нас такого животного, естественно, это сопровождается часто тяжелой рвотой из последующей диареи, анорексией быстро развивающейся тяжелой, как раз в результате того, что, собственно, мы вот портфельно повреждены. Да, и, естественно, может развиваться кровоотвещение, ну вот, силы повреждения, собственно, кишечника, да, поэтому ситалия может перемешиваться в кровь, и они будут иметь характерный сомненный цвет. Ну, естественно, при вирусной инфекции может иметь повышенная температура, потому что развивающиеся символы спаления. Да, что у нас происходит при разрушении социнотероцитов слизистой? У нас сокращается площадь всасывания, потому что, ну, когда они погибают постепенно, то есть какие-то еще работают, какие-то уже погибли, то есть у нас эта площадь всасывания сокращается, это приводит, как я уже сказала, к нарушениям всасывания, и, естественно, это приводит к посерии жидкости электролитов, да, потому что они не задерживаются уже внутри. У нас нарушается еще самое, что одно из самых неприятных явлений, то есть нарушается барьерная функция кишечника, то есть это приводит к возможности у нас проникать внутрь, да, в систему бактерий, ну, а вы представляете, сколько кишечники может быть бактерий, да, и далеко не только к тех, которые там должны быть, ну, и которые хороши для нашего организма, да, и, соответственно, если к бактерии попадают в систему, развивается бактериемия и затем сепсис, ну, и, соответственно, такое разрушение энтероцитов может приводить к кровотечению, потере жидкости, потере белка. Как я уже сказала, у нас в силу, да, проникновения бактерий в системный кровоток у нас может развиваться сепсис и, собственно, как такое осложнение при провирусной инфекции у нас может развиваться синдром ДВС, да, дефинированное, господи, боже, внутрисосебистое свертывание, да, то есть он может развиваться и как поражение костного мозга, который тоже поражен, собственно, парловирусом, и как результат, в основном, воспаления, да, то есть при сепсисе, естественно, будет, ну, развивается воспалительная реакция, выбрав клетки, там начинают продуцировать кучу цитокинов, да, ну, там, ТНФ-альфа, фактор некрозового опухоли, альфа, интерлекин-1 и интерлекин-6, и вот на эти цитокины уже пускается как раз механизм развития ДВС. К чему, собственно, может приводить ДВС? Может приводить к микротромбам, да, закупорку, это может вызвать закупорку сосудов и откаж работы органов, то есть запускается этот вот каскад свертывания. Когда у нас все эти факторы свертывания уже истощаются, у нас может, ну, у нас, да, у животного, у которого развился этот синдром, если он дожил до этого момента, может начаться кровотечения, то есть на свертывание как раз будет уже нарушено, потому что, собственно, у нас истощился запас факторов, которые будут активировать посвертывания, да, и, собственно, вот с этим тоже нужно будет бороться, но я так понимаю, что это достаточно нетривиальная задача, и, собственно, как раз животные при провалирусе гибнуты часто и от сепсиса, и от ДВС. Да, вот что мы часто наблюдаем, да, в анализе крови, некий признак, да, к которому очень часто практический доктор и ставит вот этот предварительный диагноз, ну, а иногда часто и окончательный, да, провалирует нентерит лимфоцит, или панликопения кошек, да, у нас вторично к поражению клеток предшественной, предшественной в костном мозге и лимфоидной ткани может развиваться, чаще всего развивается лимфопения и лимфопения, и они далее обостряются в результате, да, усиленные системные потребности в лимфоцитах, ну, собственно, этого уже неоткуда брать, то есть старые лимфоциты, естественно, погибают, вот жив опять-таки свое, закончат свой жизненный цикл, а клетки предшественной, если поражены, да, и в какой-то момент, ну, вот неоткуда взяться, поэтому в кровотоке мы видим нехватку этих клеток, да, в клиническом анализе крови, в каких-то, в чем-то, в чем-то, в чем-то право вирус может выживать анемию и тромбоцитопению, то есть, да, он может действительно влиять на клетки предшественницы, но все-таки пишут, что чаще-то эти явления происходят в результате слишком сильной кровопотери в кишечнике, да, нежели чем уже поражение костного манка. Почему я, собственно, вот красненьким выделила это слово вторично, да, поражение клеток предшественниц, потому что, опять-таки, да, это связано с какими-то непонятными для меня мифами о том, что, вот о механизме развития, собственно, лимфопении и нитропении, то есть, я в свое время столкнулась почему-то с таким вот мнением, очень достаточно расстроенном, и, в общем-то, его мне там пытались доказать в стену рта, что, как бы, лимфопении и нитропении развиваются из-за того, что право вирус поражает эти клетки в кровотоке. Ну, он не поражает эти клетки в кровотоке, потому что, собственно, как я уже сказала, для того, чтобы как-то успешно поддерживать себя, да, и свою жизнедеятельность, этому вирусу нужны активно деляющиеся клетки. Вот. Таких клеток в кровотоке нет. То есть, я, в общем, это все достаточно было давно, и я думала в какой-то момент, что, собственно, ну, это все уже забылось. Ну, вот тут недавно в Фейсбуке я тоже наткнулась на каком-то замечательном и ферминарном сообществе, на напечатанную статью даже, причем неизвестно, кто автор этой статьи, не ссылок ни на что. То есть, вот просто вот, значит, такой какой-то непонятный пост о том, что, да, значит, опять-таки, низкое количество лимфоцитов и нитерапилов связано именно с тем, что, значит, вирус поражает клетки крови, деляющиеся, да, что-то там, причем как-то так вот было написано. Ну, то есть, я не знаю, что печатать эти статьи, и самое ужасное, что это действительно читают люди. Вот. Ну, в клетке, в кровотоке нету делящихся клеток. То есть, к правовирусу там делать нечего. Если даже он находится в кровотоке, он находится в свободном состоянии плазмы. То есть, это доказанный факт. Поэтому это все, опять-таки, да, было еще к тому, что правовирус можно диагностировать в крови. Ну, не очень это хорошо, диагностировать правовирус в крови, да, на стадии уже вот таких вот симптомов. То есть, скорее всего, мы его все-таки там не обнаружим. И если бы мне из какой-то лаборатории пришел положительный результат на такой правовирус, ну, я бы все-таки задумывалась очень сильно, стоит ли вообще в эту лабораторию как-то дальше там сдавать. Вот. Ну, это мое мнение, в общем-то. И я дальше еще про это скажу. Вот в связи даже с рекомендациями недостаточно уважаемых хронологических организаций. Ну, это после. Да, если заражение правовирусом происходит внутриутробно у щенков в возрасте не менее 8 недель или у щенков рожденных, да, от унии вакцинированной мамы, да, или, ну, бывает, что вакцинация не приводит к выработке антител, то есть там либо вакцина была плохая, либо, может быть, с животным что-то было не то, то такое заражение может привести к поражениям миокарда. То есть чаще всего это некроз миокардит. Он, у собак, вот этот миокардит может наблюдаться либо сам по себе, либо вместе даже с нотеритом. Но все-таки, в общем-то, в настоящее время, что эти люди вакцинируют своих животных, да, и все-таки вакцины сейчас нормальные им продаются. Поэтому вот пишут, что все-таки миокардит этот, ну, по крайней мере, за границей. Он встречается достаточно редко, потому что все-таки у большинства есть антитела, которые будут защищать щенков от паравируса. Вот у кофе, то есть спектр тканей, которые могут заражаться паравирусом транспортсентарно, он более стиля обширный. То есть в первую очередь это нервная ткань, это заражение и разрушение клеток поркниев мужички, что приводит, собственно, к гипоплазии мужичка и до атаксии. То есть у нас мужичок, он отвечает за движение, все это знают. И понятно, что нарушение его функции, оно чаще всего будет приводить к нарушению каких-то двигательных функций у животного. Вот. Я так понимаю, что даже существует много каких-то таких видео, вот таких вот кошек с поражением мужичка, я честно сказать, не стала портить свою нервную систему и, в общем, выкладывать их сюда и смотреть. Я думаю, что, может быть, очень многие из вас это и наблюдали в своей практике. Да, то есть и такое первичное нервологическое заболевание может быть, конечно, вызвано непосредственно. Провавирус, да, вот непосредственно заражение клеток поркнии и их нестажение. Как пишут, что часто очень нервологические синдромы, симптомы, да, они развиваются как результат кровоизлияния в синдральную систему из-за того, что развился синдром ДВС, да, также, собственно, сепсис может на это повлиять и нарушение электролитного баланса. Более ранняя пренатальная инфекция у кошек может приводить к поражениям стенного мозга, даже коры головного мозга. То есть отмечается у таких котят гидроцефалия, могут быть кисты в полушариях мозга или даже гидроанноцефалия, то есть практически, это значит, практически вся ткань головного мозга замещена вот этими кистами, да, и практически нервная ткань вся разрушена и, ну, конечно, такие животные, наверное, не жильцы. Вот, то есть также, собственно, было показано, что парловирус у кошек может вызывать поражение оптического нерва и сетчатки. И вот пишут, что в отличие, да, от парловируса собака, кошачий вирус, парловирус, да, может поражать нейроны, которые, в общем-то, они уже не делятся, но тем не менее он каким-то образом, ну, попадает в эти клетки и может также вызывать, да, какие-то нарушения с этим связанные. Ну и парловирус кошек выявляли, собственно, миокардию кошек с сердечными патологиями. Как, собственно, пишут, что даже у кошек приобретенная кардиомиопатия может быть свердена парловирусом. Также, да, если кошка зародилась на ранних статях беременности, это может привести, собственно, к гибели ранних плодов, их резорции, это может привести к абортированию и могут рождаться такие вот иммунифицированные, не жизнеспособные, естественно, плоды. Ну вот, собственно, да, мы сейчас с вами рассмотрели, что происходит в организме животного, какие патологические процессы там могут происходить. И, собственно, да, после попадания в кишечник и пребывания там вирус начинает активно выделяться с фекалиями зараженных собак вот где-то на 4-5 день после заражения. Да, то есть мы часто еще в этот момент даже можем не отмечать наличие клинических признаков. И он, естественно, выделяется в течение всего периода болезни у таких животных. И собак он может выделяться вплоть до 10 дней после выздоровления. То есть у кошек этот период выделения вируса после выздоровления, он намного дольше. Пишет вы, что он может продолжаться до 6 дней, но вот по моей практике это может быть даже дольше. То есть были у нас кошки, которые выделяли этот паровирус какое-то дикое количество времени, причем это были даже кошки, о которых, ну, мы, скорее всего, не знаем, вот лично я, болели ли они этим паровирусом. То есть это были какие-то специонарные животные, которые, ну, в общем-то, не помню, по какой причине это животное было оставлено на стационаре. В общем-то, мы сделали анализ, ну, как это полагается, паровирус у него был, но поскольку не было клинической картины никакой, ну, может быть, нам как-то в какой-то момент не поверили, что ли, что, собственно, мы правильно провели этот анализ. Ну, и, к сожалению, это привело к очень плачевным последствиям, потому что, ну, практически весь чекционар был заражен паровирусом, ничего хорошего из этого не вышло. Вот, и этот кот, то есть я не знаю, откуда он появился, на самом деле, и никто не знает, был ли он когда-то паровирусом, в общем-то, мы выделяли этот паровирус очень долго, то есть гораздо больше, чем 6 недель. Почему-то он вот сидел у нас там на стационаре, живый верхунек, здоровый верхунек и вредил остальным обитателям. Да, что касается диагностики паровируса, она, в принципе, достаточно проста. То есть, если мы будем с вами говорить о клиническом и биохимическом анализах крови, то понятно, что это не специфические тесты, но, тем не менее, много информации мы из них можем подчеркнуть. То есть, в любом случае, клинические, биохимические анализы, они, как я понимаю, рутинно проводятся для любого животного, которое пришло на прием к доктору. А тем более, если оно плохо себя чувствует и у них такая угрожающая достаточно жизни картина, это стандарт. То есть, ну, оперативный алгоритм, и, по-моему, им, собственно, все пользуются. Что мы можем увидеть в клиническом анализе крови? Да, ну, первые вот признаки, по которым действительно часто, так сказать, уже превентивно ставится в диагноз, это лейкопения, нитропения и линкопения. Да, то есть у собак, в общем-то, лейкопения, она, ну, может наблюдаться реже. И, в принципе, на самом деле мы наблюдали лейкоцитоз при паровирусе. То есть, вот прям такой специфики нет, что вот обязательно мы будем наблюдать вот эти вот снижения количества там лейкоцитов, да, лимфоцитов. И с другой, да, стороны мы эти, такие признаки можем наблюдать еще и при сельмонеллозе. Да, то есть пишут, что при сельмонеллозе наблюдается, в общем-то, такая же картина в клиническом анализе, то есть тоже могут наблюдаться лейкопения, нитропения, лимфоцитов, пения, поэтому сельмонеллоз принесли для сбрасывающих щитов. Вот, то есть реже в клиническом анализе крови для таких животных мы можем наблюдать тромбоцитоз или тромбоцитопения. и часто мы будем наблюдать в таком, в этом анализе анемию, да, в результате, чаще всего это анемия развивается в результате потери крови в желудочно-кишечном тракте, и, соответственно, в первый момент она может быть нерегенераторной, а потом, дальше, когда мы, допустим, если переделать анализ через какое-то время, то это анемия может становиться регенеративной, потому что, ну, собственно, костный мозг начинает как-то отличать, то есть мы можем в первый момент для этого анализ, когда костный мозг еще не успел ответить, поэтому она, эта анемия, будет нерегенераторной. Ну вот, то есть, да, это все такие очень хорошие маркеры, но, повторюсь, они могут наблюдаться не только при, собственно, при паровирусной инфекции. Ну, а что мы в гейсмическом анализе можем наблюдать, да, это гипопротеиномия, гипоальбуминомия и гипоблекемия, да, это все за счет того, что потеря, там, белков и будет осуществляться в кишечнике при повреждении кишечника. Какие у нас есть специфические тесты? Ну, вообще, да, вот по миру, что нужно предпринять для того, чтобы специфически поставить диагноз, провести специфический тест и определить, что это именно паровая вирус? Я, простите, пожалуйста, не стала переломить эту страницу, сейчас, ну, вот на слайде, сейчас мы с вами по этому поводу подробно поговорим, и я все расскажу. То есть, первый анализ, который действительно, в общем-то, наверное, на самом деле самый популярный, это ИФАН, антиген паровирусов, калий, да, материалом у нас будут фекалии, соответственно, больного животного, будем мы там искать антиген капсидовируса, собачьего, там, или кошачьего, то есть, тут эта табличка касалась непосредственно собачьего паровируса, но все то же самое можно и для, сделать и для кошачьего. То есть, специфичность такого теста, специфичность, да, специфичность, это что значит? Что мы будем определять именно паровирус? Не там, не ротовирус, не коронавирус, не еще чего-нибудь, а именно паровирус, она, вот эта специфичность, что таких тестов ИФАН описывается близко к 100%. Но, собственно, у таких тестов случаются, возможно, положительные результаты, вот, потому что, допустим, после иммунизации, после вакцинации, да, живыми вакцинами, то есть, в фекалиях мы можем обнаружить антиген, антиген, ну, потому что это живой вирус, потому что импотреплифируется в какой-то мере, и мы его можем обнаружить, да, и очень часто встречаются сложно-отрицательные результаты, да, то есть, у такого теста очень низкая существительность, простите, чувствительность. Почему, да, почему это происходит? Раньше считалось, по крайней мере, в более старой литературе, всегда писали, что, ага, паровирус, он вот выделяется совсем недолго из кишечника, да, и что вот он, по сути, выделяется там 3-4 дня, вот, при вот этой вот уже симптоматике, и потом заканчивает выделяться, но, на самом деле, оказалось, что это совсем не так, то есть, когда разработана была более чувствительная ПЦР, прекрасненько было выяснено, что этот паровирус там выделяется и продолжает выделяться, и будет выделяться еще очень долго, даже после выздоровления. А почему такие ложно-отрицательные результаты могут происходить? Вы прекрасно знаете, что в кишечнике, в принципе, достаточно выражен пристеночный иммунитет, да, и там есть, в кишечнике очень много инфлэйден тканей, и там будут вырабатываться вот эти, так называемые, пристеночные эпитела. Так вот эти пристеночные эпитела, естественно, они будут этот вирус хватать, да, и прят, ну, как бы сказать, его фея эпитопы, с которыми он должен, по идее, прореагировать на плашки, да, для ИФА, ну, то есть там же антитела тоже к этому паровирусу нашиты на дне плашечки-то, вот, как мы этот инфлэйден детектируем? Сейчас антителами, да, потом проявление, окрашивание. Так вот, те антитела, которые находятся в прослете кишечника, они будут просто кромировать эпитопы, с которыми должны связаться те вот плашечные антитела, и поэтому наш результат будет отрицательный, а на самом деле этого антигена там вот, ну, выше крыши. Поэтому вот к таким результатам таких тестов нужно, в общем, относиться достаточно аккуратно, то есть вы должны понимать этот момент, и если вам, если вы такой тест проводите, то вам приходит отрицательный ответ, ну, вы по клинической картине все-таки подозреваете, что это все-таки паровирус, ну, наверное, лучше попытаться сделать ПЦР, да, то есть он, ПЦР от этого вот уже не зависит. Что еще, да, демаглуцинация, это, ну, по сути, минхроматография. То есть, ну, по тому же это все принципу, то есть точно так же, в общем-то, это быстрые тесты, которые точно так же будут с помощью антител захватывать антиген, да, и, соответственно, там будет проявляться какая-то полосочка. То есть, да, он, в принципе, ну, по идее, он недорогой, видимо, на западе. У нас, кстати, тесты, что, дай Боже, то есть единственное его достоинство, то, что он действительно быстрый. Вот, то есть его можно сделать, вот прямо не отходя от кассы, если не покажут положительный результат у животного симптома, ну, у вас есть диагноз, по сути, да. Все ограничения, которые будут действовать для предыдущего теста, они будут действовать и здесь. И плюс в ИФА там есть хотя бы специфический контроль. Здесь специфического контроля нету. То есть, да, если клиническая картина совпадает с положительным результатом этого теста, то, конечно, с очень большой долей вероятности, вы действительно можете говорить, что это про вирус. Но бывают всякие, в общем-то, казусы. Отмывки здесь никакой толковой нету, то есть это экспресс-тест, ну, и со всеми вытекающими. Да, что еще делают за границей. В общем-то, это гистопатология, но чаще всего это именно гистерфимия. То есть, у нас это не применяется. То есть, это очень хороший метод посмертной постановки диагноза. То есть, допустим, да, если, ну, вот как у кошек, допустим, острые прово-вирусные инфекции, то есть, без какой-либо симптоматики животное погибло, естественно, нам хочется установить причину, что же такое. То есть, ну, животное скрывается, да, пораженной ткани режется и красится антителами. Вот, значит, ну, вот перескочу сейчас на электронную микроскопию. Да, тоже, конечно, очень хороший метод, но он, ну, понятно, что его не используют широко даже там за границей. То есть, он, вот этот метод выявляет вирусные частицы в материале, он очень дорогой, он долгий. То есть, он требует действительно очень высокопрофессионального персонала, который будет это делать. Потому что, ну, поверьте, работать с электронным микроскопом – это очень неправильная задача. Мне в свое время, ну, посчастливилось несколько раз, так сказать, ну, и присутствовать, и самой там что-то поделать. Это очень сложно, то есть, ну, действительно, я думаю, ну, и, в общем-то, не нужен, наверное, такой сложный метод в простой там диагностике. Зачем? Это можно сделать гораздо более дешевыми и простыми методами. Вот, ну, и, соответственно, изоляция вируса, ну, вирусного отделения, то есть, это обычно делается в культурах клеток, то есть, клетки в культуре заражаются этим вирусом, они должны размножиться, реплицироваться, и там мы уже будем выявлять этот вирус. Тоже, в общем-то, он не используется широко, потому что это дорого и сложно, и, в общем-то, конечно, это используется в каких-то научно-исследовательских больших лабораторий. Ну, а что касается полимеральной реакции, ну, на мой взгляд, это, в общем, самый такой хороший, наверное, в данном случае метод. Вот, такой он, он бронебойный, на мой взгляд, то есть, действительно, он, ну, процент выявления паровирусной инфекции с помощью этого метода, он, конечно, по-моему, самый высокий. Да, то есть, мы будем выявлять с помощью полимеральной реакции, мы будем выявлять систему ДНК, генетический материал этого вируса. Вот, конечно, ну, существуют разные системы, да, для детекции, то есть, они очень разные, они, там, в силе некоторых причин, имеют разную чувствительность и специфичность, то есть, ну, иногда, иногда это делается, специфичность, там, меняется искусственно, иногда людям нужно просто даже определить конкретный штамм, и тогда это очень специфичное исследование конкретному штамму. Мы в своей, вот, я у себя в лаборатории, у меня одна, то есть, система на кошек и на собак, на консервативный участок, то есть, мне совершенно не нужно, как говорится, по штамм, мне нужно просто понять, правовирус, это ли не правовирус. То есть, вариантов масса, да, что, собственно, какие достоинства, какие недостатки, да, то есть, он очень точный, он очень чувствительный, но, да, нужно помнить, что после вакцинации какое-то время не нужно просто, ловить этот анализ, если животное, ну, там, ну, там, ну, даже если оно, в общем-то, не болеет, или у него какая-то там, ну, не знаю, легкая картина, то есть, просто тут мы можем получить ложный, положительный результат, потому что вирусные частицы из вакцины, они тоже реплицируются, и мы можем выявить таким образом именно вот этот вот вакцинный вирус. Есть, да, есть тест-системы, которые могут дифференцировать между вакциной и полевым вирусом, вот, но, не знаю, мы обычно не заморачивались вот этими вещами, нам это было не нужно, вот. Да, как пишут очень часто, что ложные отрицательные результаты, они могут наблюдаться из-за того, что в калии очень много ингибиторов в полимеральной снореакции, и вот они, значит, попадают в реакционную смесь и, соответственно, там, блокируют прохождение самореакции, и мы получаем должный отрицательный ответ. Ну, знаете, я думаю, что вот об этом варианте нужно думать, вот, серьезно, в самую последнюю очередь, потому что, во-первых, сейчас куча современных наборов для выделения непосредственно ДНК из экспериментов. Вот, ну, они там очень дорогие, все, но на самом деле, я хочу сказать, что, ну, это совсем не нужно, то есть, сейчас очень хорошие современные системы очистки ДНК, и, наверное, мало кто знает, ну, я думаю, что люди, которые занимаются такой лабораторной диагностикой, прекрасно знают, что гемоглобин точно так же является ингибитором реакции ПЦР, и, тем не менее, никто никогда не говорит, что, а, вот, очень сложно выделять ДНК из крови, да, хотя гемоглобин и там массы. Вот, то есть, сейчас, ну, на самом деле, мы прекрасно справляемся с этими сложностями, и вот на эти ингибиторы, вот, наверное, не стоит уже обращать внимание. Раньше, наверное, когда люди там выделяли синологу, ну, что-то могло остаться. Сейчас реагенты для выделения ДНК сделаны таким образом, что, ну, тот носитель, на который прикрепляется ДНК, они, вот, ну, то есть, он химически связывает только ДНК, а все остальное идет в утиль. Поэтому сейчас это уже не актуальная проблема. Вот, да, ну, и, собственно, что нам доступно, да? Да, вот, там, не знаю, что ли, в Петербурге, в Москве, еще где-то. То есть, ну, доступны быстрые тесты на основе именно ферментного анализа, да, на антиген в КАЛе, то есть, как я уже сказала, что недостаточно высокая статистичность, но низкая чувствительность, вот именно в силу того, что антиген может быть в комплексе с антителами, да, и мы его не выявим. Будет сложный отрицательный результат. И, естественно, очень часто нам доступна ПЦР, да, высокая, у нее высокая специфичность и высокая чувствительность. Я вот хотела по поводу как раз поговорить материала, да, все-таки основным материалом, естественно, будет являться КАЛ. Кровь, видите, я написала кровь и поставила знак вопроса, потому что это была такая некая проблема для меня, и мы, в общем, обсуждали с коллегами вот эту проблему. То есть, да, я не могу сказать, что мы вообще за весь период жизненного цикла первовируса не можем обнаружить его в крови. Нет, можем, да, вот во время там распространения его по тканям мы можем его обнаружить в плазме. Но на тот момент, грубо говоря, как я уже сказала, у нас нет еще даже мысли его пытаться там обнаружить, потому что животное к нам ишло к вам, да, еще не пришло. То есть оно еще хорошо себя чувствует, у нас нет оснований. Ну вот, когда я готовилась, собственно, к лекции, то для меня, в принципе, всегда было одно значение, что проблевирус лучше всего диагностировать в КАЛе и ни в чем другом. То есть, ну, либо это КАЛ, либо если уже совсем там, ну, вот, не достать, да, этот КАЛ не получить, это мозог из прямой кишки. Ну, а вот, пока, когда я готовилась, собственно, к вебинару, я прочитала такую фразу, да, в, собственно, протоколах очень такой уважаемой филеологической организации, как и BCD Гайдлайн. Да, вот, это ссылка на их сайте, опубликована, собственно, статья про кошачьих англикопенилов, потому что они занимаются кошками, логично, то есть, 2012 года, более новых у них пока что нет. Они пишут, что специализированные, вот в этих статьях, они пишут, что специализированные лаборатории проводят ПЦР на цельной крови, либо фекалиях, то есть, цельную кровь рекомендуется следовать у кошек, у которых нету диареи, или когда, собственно, образец экспериментов не получить. И привозят вот эти вот две ссылки, да, две статьи. Знаете, я не поленилась, я нашла обе эти статьи, они у меня есть, если кому-то надо будет, я могу их там прислать, это не проблема. То есть, я не поленилась, я их прочитала, но ни в одной из этих статей не написано про исследование правовируса крови. То есть, там пишется, в этих статьях, там исследовалась просто зараженность популяцией кошек, диких и его, ну, что сказать, домашних, различными кошачьими патогенами. Так вот, по поводу крови, да, в связи с парловирусом, они изучали сирологию. Ну, то есть, они изучали эту зараженность методами сирологии. То есть, ни о какой ПЦР в крови там речь не шла. То есть, возможно, грубо говоря, ну, тут как-то так, может быть, написано, может быть, мы неправильно там понимали, но, то есть, может быть, имела все-таки в виду, что сирологическое исследование, да, стоит провести, если нам не доступен материал в виде экспериментов. Ну, вот, собственно, из этих статей я не подчеркнула никакого материала, поэтому, честно, я склоняюсь к тому, что все-таки лучше исследовать парловирус в стекалиях. То есть, без сомнения, да, парловирус, он обладает степатическим эффектом, он может, он, естественно, может и уничтожает клетки и ткани, обеспределяющие, да, в которых он проектирует. И, наверное, какое-то его количество, естественно, не пассивно попадает в кровоток, потому что в суде есть везде. Но, вы знаете, я думаю, что он выходит из разрушенной клетки и выражает следующее. То есть, в какой-то момент он там оказывается, может быть, в кровотоке как-то не сильно долго. Но, я думаю, что, скорее всего, нагрузка вирусная, она очень малана, и ПЦР в крови, она не будет настолько чувствительной, настолько показательной, как ПЦР, проведенная из экспериментов, либо даже просто репетального мозга. Вот, поэтому, ну, вот, я все-таки склоняюсь к тому, что кровь, это совсем не тот материал, из которого следует делать, ну, которому стоит делать такой анализ в методом ПЦР. Что я еще хотела сказать в связи с вообще парвовирусом, да, то есть, есть такие тесты в КЦР, ну, я думаю, что все вы о них тоже знаете, и вообще они, конечно, предназначены для оценки напряженности иммунитета. Вот, ну, теоретически, чисто теоретически, если у вас вдруг какой-то причине, там, в клинике, или там, где-то они, есть ли эти тесты, но вдруг там нету какого-то быстрого теста на пангетопению, который все очень, ну, и на парвовирус, который все очень любят, наверное, в каком-то экстренном, очень следующее, если вам недоступны ПЦР и нормальная лаборатория, да, можно воспользоваться этим иммунокомбом, то есть, потому что, по идее, он должен показать наличие титра антител, ну, он предназначен, конечно, для выявления вакцинного титра антител, и, ну, я думаю, что по идее он, естественно, должен показать и наличие такого природного титра антител, образовавшегося, выработавшегося на проникшую инфекцию, ну, как бы природную инфекцию на заражение парвовирусом. Вот, то есть, наверное, с парвовирусом это пройдет, потому что, вот, ну, как мы выяснили, что с герпесом это не очень проходит, то есть, все-таки, если титр антител на кошачий герпес, он все-таки сильно ниже лимита обнаружения вот этим набором, то есть на дозу вакцины там вырабатывается гораздо больше антител, судя по всему. Вот, и, ну, вот, в общем, считается, да, в данном моменте, что, как бы, иммунитет после того, как кошка переболела, кошка-собака, в общем, что иммунитет, он остается на всю жизнь, и, разумеется, да, ну, профилактику осуществлять нужно, то есть животных прививать нужно, это спасет их, в общем-то, от, либо вообще, выражения, ну, точнее, заболеваний, да, либо, может быть, животные переболеют в более легкой форме, что, в общем, очень хорошо, потому что заболевание тяжелое, вы это лучше меня знаете, вот, и, но, то есть, да, мы должны вакцинацию-то проводить уже после исчезновения материнских антител, да, потому что, если мы проведем вакцинацию, вот еще в тот период, когда в организм, ну, детеныши, да, вступают материнские антителы, мы, собственно, ничего не добьемся, то есть все вирусные частицы, которые в вакцине есть, они будут инактивированы именно и, собственно, никакой пользы для иммунитета самого, там, щеночка или котенка, это никакой пользы и не будет, вот, поэтому, то есть, нужно уже вакцинировать в соответствующем возрасте, то есть те компании, которые производят вакцины, они, естественно, все это оговаривают, есть система вакцинации, вот, это вы все лучше меня знаете, то есть вот на это нужно обратить внимание, и, конечно же, да, не следует, собственно, вот, не рекомендуется вакцинировать беременную суку или беременную кошку живой ослабленной вакциной, поскольку такая вакцина, она живая, она все равно может трансплецентарно выразить плод и выживать вот все те последствия, которые, собственно, про которые мы с вами сегодня разговаривали. Вот, наверное, это все, что я хотела сказать про парвавирус. Теперь я готова посмотреть вопросы, которые, если они есть, а они есть. Там, первый вопрос. Убивает ли ультрафиолетовая лампа парвавирус? Да, вы знаете, лампа парвавирус, он, в принципе, хорош против вирусов, то есть он разрушает и белки, и ДНК, такую вот, ну, высокомолекулярную ДНК, то есть он ее, ну, в общем-то, уничтожает, но, конечно, все равно это лучше в комбинации с какими-то хлор, содержащими, там, препаратами на кварцевание, никто не отменял. Так, значит, скажите, пожалуйста, по поводу отношения вируса к спирту. Почти у каждого животного на приеме мерят температуру. В основном, градусник обрабатывает ватой с мощным спиртом. При такой обработке остается риск передачи вируса. Знаете, я думаю, что даже если вдруг там остается риск передачи вируса, то, ну, грубо говоря, понимаете, для того, чтобы вот животное заразилось, этот вирус все-таки должен попасть в ротоглотку. Ну, то есть он сначала должен размножиться на вот этой лимпоидной ткани ротоглотки и дальше уже разместись по организму. То есть я боюсь, что даже если вы, точнее, не боюсь, а в счастье, да, даже если вы засунули этот градусник не до конца, там, обработан, и вдруг там что-то осталось, а коспит, в принципе, да, он антисептик, то есть он тоже хорош. Я думаю, что вирус, который оказался вот в прямой виске, он, скорее всего, дальше никакой угрозы не будет оставлять. То есть на самом деле паровирус, он такой, по нашему опыту, очень заразовлетучий. И, ну, градусник, это далеко не самое страшное, что может, в общем-то, заразить животное. Там, заражаются ли кошки от собак и наоборот, есть ли общие штаммы. Ну, собственно, вот как я вначале... То есть, скажем так, вот непосредственно заражение от кошки... То есть собаки не заражаются от кошек. Вот этим кошачьим паровирусом они не заражаются. И в естественных условиях, насколько мне известно, вообще не было заражения, вот, описанного напрямую там заражения кошки от собаки. Кошки заражаются собачьим паровирусом. То есть, если это соответствующие штаммы, то есть, как было показано, что штамм собачьего паровируса 2, он не вызывает никакого заболевания у кошек, да, а вот штаммы собачьи 2А, 2Б и 2С, да, они приводят к заболеванию у кошек. Вот, я... То есть, если я ответила, да, я на все вопросы... То есть, больше их нету пока что. Ну что, тогда переходим к группам крови? Переходим. Да, давайте немножко с вами отвлечемся от инфекционной темы. На мой взгляд, тема групп крови кошек, она тоже достаточно увлекательна, интересна и полезна. И, ну, действительно, это важно, потому что сейчас, когда проводится масса хирургических, в общем-то, операций, часто очень требуется перелиться в животную кровь, и не только там, через их хирургические операции, да, эта тема очень актуальна. И иногда я сталкиваюсь с тем, что вот, ну, не всегда какое-то понимание, что ли, есть, ну, хотя это редко, да. Плюс понятие групп крови и знание группы крови кошек и генетической подоплеки этих групп крови, оно, в общем-то, конечно, необходимо людям, которые занимаются разведением кошек, и, в частности, тех пород, у которых часто встречается группа крови Б. Ну, давайте немножечко более подробно об этом всём поговорим. Собственно, у домашних, да, кошек, описана только одна система групп крови. Она была написана, в общем, в самом начале 20-го века, в 1900-х годах, очень рано. И, в общем-то, позднее было обнаружено, что в этой системе групп крови существует три группы крови кошек, что было подтверждено с помощью аглюцинации природных алл-антисел. Да, что такое алл-антисела? Это антисела против компонентов другого индивидуума того же вида, да, то есть против природных белков индивидуума того же вида, то есть, ну, против кошачьих, там, каких-то белков, ну, другого, другой кошки. Вот. У кошек существует, да, чаще всего встречаются два основных типа групп крови, которые обозначаются как группа крови А и группа крови Б. Они являются аллельными. То есть, что значит аллельными? То есть, это не группа крови, наследующая не по принципу полигенного наследования. Есть один ген, который, две аллели, которые будут определять группу крови кошки. То есть, ну, одногенный признак, да, если так выразиться. Вот. И было показано, что группа крови А будет доминировать над группой крови Б. То есть, ну, как бы, при наличии гетерозугот она будет группой крови не Б. Третья, да, тип, третья группа крови, которая встречается у кошек, она называется АБ. И она встречается, ну, реже, но на самом деле, не могу сказать, что вообще, вот как раньше считалось, что там группа Б очень редко встречается, группа АБ. Не могу сказать. То есть, на самом деле, то есть, очень часто они встречаются, потому что у нас сейчас куча вот этих вот разведенных кошек, у нас куча каких-то метисов, которые, там, ну, не знаю, по-моему, разводят вообще уже из каких-либо границ, поэтому сейчас сможет почти все, что угодно. И, собственно, да, у кошек с группой крови АБ появляются 12-й с анти-А, с анти-Б антителами, то есть анти-А, то есть анти-А против группы А, с анти-А против группы А, с анти-А против группы Б. Механизм наследования генетической этой группы крови, да, неизвестен. То есть, ну, как бы считается, что он рецессивен по отношению к группе А, и доминантен по отношению к группе Б, но вот, так сказать, с какого-то точного механизма, грубо говоря, зная генотип животного, мы не можем сказать, и будет вся эта группа крови АБ. Да, ее вот так вот генетически ее все не определить. Ее можно определить только при проведении гемогаллюцинационного теста. В общем-то, это показано, конечно, да, что большинство породистых, породистых кошек, по всему миру, чисто породных, да, не породистых даже, вот скажем так, чисто породных, то есть у которых вот прослеживается в родословной, никаких там, не знаю, да и бюджет ремеси там из другой породы, ну, установленных пород, да, выведенных уже давно, и которые скрещиваются только внутри своей породы. То есть вот такие большинство очистопородных кошек по всему миру, они, конечно, все же имеют группу крови А. Но существуют такие породы кошек, у которых очень великая частота встречаемость аллелей в группе крови В и самой группе крови В. Вот для этих пород, да, афианшки, танкинской бурмы показана только группа крови А. То есть вот это, если эти кошки, да, чисто породные, вот эти животные, у них, тут уже долго думать не надо, у них кровь всегда будет группой крови А, если это мини-кис какой-то, то есть если это действительно чисто породная кошка, которую скрещивали, там, которая получилась в результате скрещивания представителей чисто породных конкретной породы. И там до какого-то поколения вот они были. Частота встречаемости группы В очень велика у следующих пород, да, британские, ну, про это наверняка все слышали, британские, скотч-фолды, вот они как раз такие, самые частые носители группы В, да, это британская порода кошек, германская, корниш-рекс и девенрекс, ну, вот у как раз корниш и девенрекс, у них очень велик процент встречаемости как раз этой группы крови А, Б, что вот тоже интересно, выливать такие котики. Собственно, раньше считалось, что беспородные кошки группы крови В не встречаются практически никогда. Но, как я говорю, сейчас этих кучей аметисов разнообразных, разных, которых плодят, все кому не лень, поэтому даже среди таких беспородных лошадиков очень, все-таки достаточно часто встречается аллель В и группа крови В. То есть мы это на своем опыте уже увидели. Какой же механизм формирования групп крови? То есть это известно, это известно. И физически, да, вот, синтепически, ну, грубо говоря, на уровне белков, ферментов, на уровне эритроцитов группы крови А и Б различаются, собственно, по химическому строению остатков нейроминовой кислоты на эритроцитах. Собственно, при группе крови А на эритроцитах у таких кошечек обнаруживается в основном N, сейчас будет страшное название, N-гликолил нейроминовая кислота и очень небольшое количество N-зитил нейроминовой кислоты. А вот у кошек с группой крови В на поверхности эритроцитов в основном обнаруживается остатки только ацетил нейроминовой кислоты. Собственно, логично, что у кошечек с группой крови А, Б на поверхности эритроцитов мы увидим примерно равное соотношение ацетил нейроминовой кислоты и N-цетил гликолиловой кислоты. Вот. Собственно, вот замечательные картиночки этих химических соединений. Как вы видите, это сахар с остатками, которые различаются и вот вносит вот такую сильную разницу. То есть здесь показана формула N-цетил нейроминовой кислоты, вот этот ацетил, вот эта функциональная группировка и N-гликолил нейроминовая кислота, у которой здесь вместо одного водорода будет OH-группировка и, собственно, которая превращает это все в гликолил. Как же это все происходит? То есть у кофе в организме это обычный фермент регулированный механизм и обычно N-ацетил нейроминовая кислота конвертируется в N-гликолил нейроминовую кислоту с помощью ферментов с непроизносимым названием с помощью фермента гидроксилазоцетинин монофосфа N-ацетил нейроминовой кислоты. Мы будем это сокращенно называть CMAH. Да, вот этот каскад показан ферментативно вот исходная N-ацетил нейроминовая кислота и чаще всего она с помощью вот этого фермента и катализатора превращается химические в N-гликолил нейроминовую кислоту. И соответственно поскольку у нас вот у группы А только у группы А обнаруживается большое количество N-гликолил нейроминовой кислоты то сделан вывод в общем логичный что вот этот фермент С-C-M-A-H активен только у кошек с группы А и у кошек с группы он либо отсутствует либо он нефункционален то есть настроение его каким-то образом нарушено так что он не может в общем-то осуществлять вот эту конвертацию и понятно на основании вот этого всего было вполне логично предположить что если при физическом становлении группы крови имеет значение функциональность этого белка то собственно причина такого разнообразия она кроется где-то в генетическом коде гена который кодирует этот белок и собственно были белоклевы ген этого белка для того чтобы выяснить причины такой разницы в чем разница в этой функциональности почему у кого-то он действует у кошерс группы крови А а у кошерс группы крови Б он не работает и собственно не так давно в 2007 году группа профессора Лесли Вайнса из Калифорнийского университета они установили и провели анализ маклеотидной последовательности и сравнили последовательности гена CNA H и кошек с группой А и кошек с группой Б и собственно профессор выявил несколько различий в ДНК этого гена которые полностью коррелировали с аллелями А и Б то есть изменения ДНК известны на основании чего мы можем даже на генетическом уровне различить эти аллели уже сделать какие-то соответствующие выводы и он выяснил что группа крови Б она будет всегда представлена двумя аллелями Б малое Б малое то есть это гомозиготная группа крови группа крови А может быть либо гомозиготой А а гетерозиготой а а А А вот группа крови АБ, механизм наследования, который действительно неизвестен, она никогда не будет гумизиготой Б малая-Б малая, но она может быть, соответственно, тоже представлена гумизиготой А большая-Б малая и гумизиготой А большая-Большая. То есть, грубо говоря, на генетическом уровне, на уровне структуры вены, мы, к сожалению, не можем различить группу крови А и группу крови АБ. То есть, в результате генетического теста мы можем только определить, кошечка Б или не Б. То есть, если группу крови Б, мы можем таким образом определить, а вот остальные, к сожалению, нет. И, да, ну, для того, чтобы, собственно, определить группу крови кошки, мы все-таки должны обратиться вот к каким-то таким уже более, ну, каскадам, да, белковым. У нас очень важной будет характеристикой системы групп крови кошек являться наличие алл-ампител против противоположной группы крови. То есть, у кошек вот с группой крови Б есть всегда антитела, получившись эритроциты с группой крови А и наоборот. Ну, вы понимаете, это на самом деле как у человека. То есть, если у нас есть группа крови Б, да, на эритроцитах, соответственно, вот, определенные остатки, то в плазме у нас содержится антитела против группы крови А, которые, ну, никак не вредят группе крови Б. И наоборот, у кошки группы крови А на эритроцитах, да, то есть эритроциты ее определяют. У нее в плазме будут антитела находиться против группы крови Б, эритроцитов группы крови Б. На этом, собственно, да, построены все эти аглюцинационные тесты и пробы на совместимость. Было показано, да, что, ну, разумеется, у всех кошек с группой крови Б в возрасте старших 3 месяцев будут антитела группы крови А. И они, вот эти антитела, будут, они обладают очень высокой гемолизирующей, гемоглюцинирующей активностью. То есть, если мы, не дай бог, от кошки с группой крови Б перельем кровь кошки с группой крови А, то мы получим очень печальную картину. Вот, ну, так же вот тут было выяснено, что далеко не у всех кошек с группой А присутствует, собственно, жморяемый уровень антитела корритроцитов группы Б. То есть, и даже если эти антитела есть, они обладают более слабой гемолизирующей, гемоглюцинирующей активностью. То есть тут при обратном переливании, ну, реакция будет, может быть, не такая сильная. А, собственно, ну, у кошек с группой крови А, естественно, нету никаких антител, потому что иначе это будет привидеть самой кошке. Вот, ну, вот я нарисовала такую, буквально говоря, схему, которая, может быть, это будет более понятно, чем текст. То есть, если у нас на эритроцитии есть остаток англикалионейроминовой кислоты, у нас это будет группа крови А, и у нас будет антитела против группы крови Б. То есть, при группе крови Б у нас на эритроцитии будет нейромин, сетиловая кислота и антитела против группы А. Ну, и, соответственно, при группе крови АВ у нас на эритроцитии будет оба остатка этих кислот и никаких аллантител. Вот. Почему же, собственно, почему же, вот, вообще, знание группы крови важно, да? Ну, важно это по очень разным причинам. И, наверное, в первую очередь, это очень важно для заводчиков, которые, повторюсь, разводят кошек, у которых частота встречаемости группы Б повышена, важно это из-за неонатального эритролиза. То есть, неонатальный эритролиз – это гематическая болезнь новорожденных. Она характеризуется разрушением эритроцитов, которые опосредованы иммунной системой. Когда он развивается, да, неонатальный эритролиз кошек. То есть, когда мы производим вязку кошки с группой крови Б и кота с группой крови А. То есть, собственно, при такой вязке, как вы понимаете, все, да, или часть котят, в зависимости от того, какой генотип у кота, они будут иметь группу крови А. И, собственно, когда такие котятки родятся, они, естественно, как бы будут питаться маминым молоком. И, соответственно, да, в развитии такого неонатального эритролиза будут встречать анти-А, алл антитела против эритроцитов с группой крови А. И вот, если у мамы группа крови Б, а у котяток группа крови А, то, соответственно, когда они питаются маминым молоком молозиум, они получают естественным путем алл антитела, которые будут действовать непосредственно против них, против их собственных эритроцитов. И получают они, собственно, ну да, не во время внутривтробного развития, не трансплацентарно, а вот уже, когда они разделить и питаются маминым молочком. То есть они получают, что вместе со всеми материнскими антицелами, которые в норме должны предохранять там животное от всякой заразы, ну вот тут происходит вот такая вещь. То есть антитела мамы, они, собственно, распознают антиген на поверхности эритроцитов котят, что будет выживать, к сожалению, внутри несосудистый гемолиз. То есть несосудистый гемолиз может наблюдаться в печени и селезенке. Гемолиз, естественно, выживает амминию, нефропатии, ну и куча генерализованного несосудистого свертывания, что все очень плохо заканчивается. И, то есть изначально котятки у кошки рождаются совершенно здоровыми, они начинают всех питаться энергично, но вот после поглощения молозива первой порции клинические признаки могут развиваться буквально в течение нескольких часов. То есть некоторые котята могут погибать даже в течение вот прям этих нескольких часов без проявления каких-либо симптомов. Некоторые могут продолжать, собственно, питаться и погибнут в течение первых нескольких дней, если там не принять сразу меры. И, собственно, пищевыми симптомами, да, при которых доктор или, ну, собственно, хозяин должен заподозрить неонатальный дюритролис, является темная красно-коричневая моча, которая свидетельствует о тяжелом трисосудистом гемолизе, и гемоглобинурии. Ну, также, естественно, если там догадаются сделать анализ, то там будет анемия, будет электричная сыворотка, и, естественно, такое животное будет ослаблено. Ну, то есть, они будут нехорошо в любом случае, то есть, чаще всего они не живут. Вторичными симптомами, то есть, если животное все-таки там, ну, какое-то время живет, то, естественно, вследствие анемии, да, будет в бледных слизистах, снижение там, ну, вялость, да, связанная с низким питанием сыворотом, токсикардия, токсикное, да, околочи и гибель. Вот, если котята как-то, ну, выживаются, если меры там все-таки приняты, да, у таких котят бывает развивается микроз контика хвоста, он, его развитие связано с действием хладовых антител ГМ, да, то есть, с гемогаллюцинацией и с образованием сгустков и сниженических микрозов. Вот, то есть, ну, хладовые антителы, не сетевая, вот эти вот ЭГМ, они действуют против своих, собственно, элитроцитов. Тоже. Если, да, получается, если мы заподозрили там по каким-то причинам я натальность из-за элитроид, если владельцы не провели определение группы крови перед вязкой, да, конечно, сразу рекомендуется провести определение группы крови, собственно, мамы и котят, ну, тут же, да, и сделать перекрестные пробы на совместимость такой крови. И если выясняется, да, что группы крови разные и что кровь несовместима, ну, вот, надо там срочно, я так понимаю, какие-то меры принимать, там, переливать, как-то кровь и нужная. Да, чем еще опасно такое несоответственное, ну, незнание о группах крови, то есть, если мы будем, соответственно, переливать, да, неподходящую кровь при какой-то хирургической операции, ну, если требуется переливание крови, если мы переливаем неподходящую кровь, то, собственно, могут, как вы понимаете, разлиться такие же тяжелые реакции, такие как гематическая анемия. Вот, у кошек это все очень, ну, тяжело проходит, то есть, у кошек такие реакции развиваются после первого же переливания неподходящей крови. То есть, если собаке первый раз можно перелить там любую кровь, как бы, как говорит, а у кошек это все, то есть, с первого раза сразу вот будет очень тяжело и нехорошо. Вот, то есть, конечно, там, у тебя же реакция будет зависеть от хитростики, от объема перелитой крови. Тут был вопрос, я просто успела заметить по поводу резус-фактора, я скажу про него, да, чуть-чуть попозже, конечно, обязательно упомяну. Вот. То есть, ну, мы знаем, да, что заведомо безвижность кошек с группой крови крови B против группы A очень высокий и самые тяжелые, конечно, последствия будут развиваться, если мы перельем кошки с группы B кровь с группы A, да, то есть, потому что, ну, запустится такая тяжелая реакция, и разобрется инвестическое анемия. Да, собственно, ну, казалось бы, вот, группа крови все очень просто, вот, но мы как раз с вами дошли еще до одной детерминации, которая будет определять наши действия при каких-то переливаниях, если потребуется. этот фактор МИК, да, то есть, он может также быть причиной тяжелых реакций при переливании крови, если кровь несовместима. То есть, на поверхности хитроцитов есть такой некий антиген, который обозначается как МИК, к сожалению, его генетическая детермината неизвестна, и механизм его наследования тоже неизвестен. То есть, как бы заранее, к сожалению, мы этот фактор никак не можем определить. Есть он, нет его. И даже быстрых тестов, собственно, в продаже на этот фактор нет. То есть, этот фактор будет, ну, вот он действительно родни, может быть, резусу человека, так вот его сравнивают, по крайней мере. То есть, этот фактор обнаруживается на эритроцитах большинства кошек. Ну, а вот по статистике примерно у 6% кошек этого антигена нет. Но есть, соответственно, к нему антигенов. Да, все вот по общей схеме. И, ну, то есть, понятно, что нам нужно, в общем-то, это тоже учитывать при каких-то манипуляциях с переливанием крови. Вот, то есть, тут такая же схемка, как у меня была для групп крови. кошка миг положительная, кошка миг отрицательная. Да, теперь мы с вами подошли непосредственно когда к уже к определению групп крови и определению совместимости крови. То есть, почему это важно? Мы поняли, к чему это может привести? какие мы поняли, как же мы можем определить ту или иную группу крови и что мы вообще можем в этой области сделать. Да, и какую информацию мы, в принципе, можем получить. То есть, ну, самая, наверное, простая вещь, которая, как мне кажется, в принципе, должна быть в этой клинике, даже если там может быть нет в аппаратуре, это экспресс-тесты на аглюцинацию. Да, это тесты, которые, собственно, и непосредственно определяют группу крови животного. То есть, они нам дадут ответ на вопрос, какая группа крови у животного. А, Б или А, Б. Что они из себя представляют? Я, правда, думаю, что основная масса из вас это все прекрасно знает, но, тем не менее, для полноты картинки. Эти системы есть разные. То есть, она, вот, на основе аглюцинации она выглядит как такая картонная карточка с импровизированными такими луночками, ну, просто они нарисованы, в которой в зону этой лунки несемените тела корритроцитом группы А и во второй лунке корритроцитом группы Б. Вот, то есть, в каждую луночку, на каждую вот эту, ну, зону, да, мы капаем кровь пациента и в какой-то из лунок, или там, во всех, если это кровь группы А, Б, происходит глюцинации, собственно, да, на основании чего, мы и делаем вывод о группе крови кошки. Вот, как это выглядит, то есть, вот эта фирма Рапид, то есть, фирма, честно, не, а, Агролаба, да, то есть, это компания Агролаба, называется это Рапид Вес, это карточки для определения кошачьих групп крови, вот здесь у нас, собственно, я по-моему показываю, здесь у нас окошечко, в котором, ну, это как бы контроль, здесь не должно быть агглюцинации, да, то есть, сюда мы добавляем фигроствор, он, естественно, никакой агглюцинации давать не должен, то есть, если он вдруг дает здесь агглюцинацию, значит, вот эту карточку нужно выкинуть, она, не знаю, по какой-то причине не исправна. И вот две глюнички с нанесенными антифилами, то есть, вот у нас два, две разных кошки с двумя разными группами крови, да, то есть, это здесь агглюцинация произошла в глюнике для группы крови B, значит, мы делаем вывод, что это группа крови B у животного и кошка с группой крови A, да, то есть, все очень просто, все очень понятно, все очень быстро, то есть, это моментально, очень удобно, ну, наверное, в любой клинике, которая проводит хирургические операции, стоит такую, такие вещи иметь, хотя это не обязательно, можно обойтись просто перекрестными пробами, которые все равно надо делать. Есть второй вид, да, это иммуно-хроматографические тесты, такая система у нас будет содержать три мембраны, и каждая из них от мембраны, она будет содержать вещество, которое специфически связывает эритроциты, да, то есть, вот она, здесь, вот эта контроль, то есть, вот эта полосочка обязательно должна быть, если ее нет, ну, то есть, это какой-то, ну, и хатест, какой-то контроль, белки, которые есть у всех кошек, то есть, мы иначе, ой, не поймем, да, сработал у нас тест или нет, то есть, если здесь нет вот этой полосы, значит, тест не сработал, это все неправильно, и вот сюда капается капелька крови, вот мы видим, что была кровь из группы крови А, то есть, вертикально вот эта полоска появилась, да, то есть, мы берем образец цельной крови, то есть, на мембрану, которая обозначается как контроль, она захватывает все эритроциты, как я уже сказала, тут появляется красная горизонтальная полосочка, и это условие для того, чтобы тест считался поведенным правильно, и на, значит, на остальных двух мембранах, на одной из них находится моноклональный антипилак эритроцитом группы А, а на другой опытной мембране находится моноклональный антипилак эритроцитом группы В, и тоже все это очень быстро, то есть, результат получает в течение 50 минут, выглядит это как специальная красная полосочка на белом фоне, все еще неудобно, все тоже так же, вот, ну, то есть, вот, мы тут просто сфотографируем два этих разных теста, ну, с одним и тем же результатом, естественно, для одного и того же животного. Вот, это что касается тестов на непосредственное определение группы крови. это все здорово, но этим тестам, конечно, не обойтись, если требуется переливание крови. Мы не можем обойтись только этими тестами, ну, в силу того, что мы должны еще понять, какой у нас ситуация стоит вообще мигфактором. на самом деле, по поводу мигфактора мы можем понять только вот при проведении перекрестной пробы. То есть, мы, конечно, обычно, ну, вот, у нас в клинике как делать, то есть, у нас сначала определяется группа крови, то есть, конечно, это удобнее, то есть, мы, сначала, ищем донора по группе крови, да, то есть, если это, допустим, если у нас разные группы крови, то мы отметаем какую-то, да, то есть, мы ищем двух одинаковых, ну, донора и рецепиента с одинаковыми группами крови, а потом мы проводим все-таки перекрестную пробу, чтобы, ну, вот эту совместимость, этот мигфактор тоже учесть. Но, в принципе, если таких быстрых тестов нет, то запросто можно без них обойтись и просто посвести перекрестные пробы. Да, и есть, как бы, ну, две перекрестные пробы, в общем-то, большая перекрестная проба, она проверяет наличие алл-амфетел в сыворотке плажмы рецепиента против эритроцитов донора. Вот, то есть, да, мы исследуем, собственно, что мы будем лить донору. И несовместимость, выявленная при такой проведении вот этой большой перекрестной пробы, она может привести к очень острый эритроцитической реакции, при которой собственно эритроциты донора будут разрушаться алл-амфетел селами рецепиента. И малая перекрестная проба, она определяет наличие алл-амфетел в сыворотке или плажме донора против эритроцитов рецепиента. Несовместимость крови, которая будет выявлена при проведении этой пробы, все-таки, ну, смеется вероятностью выжить тяжелые последствия, поскольку все-таки объем донора он как бы меньше, и, ну, он будет все-таки еще разведен как-то плажным рецепиентом. Но все равно несовместимую кровь лить не надо. То есть, ну, это такое правило. И вот я сочиняла протокол, и здесь мне моя коллега уже давно уже сняла весь этот процесс с пробирочками. Вот она, наша Катя Екатерина Сергеевна Худякова, она мне вот еще помогала с фотографированием всех этих пробирок. Вот что сочинение отлично как мы проводим перекрежные пробы. Мы берем 1 мл стабилизированный крови на скале 3DTA и 1 мл явно свернувшейся крови донора и рецепиента. Мы и помечаем эти пробирки. Мы центрифугируем эти пробирки 3000 аппаратов в минуту в течение 10 минут. Мы отделяем плазмную сыворотку от эритроцитов. То есть, собственно, плазма нам больше не нужна. А сыворотку мы сохраняем в отдельной подписанной пробирке. Вот как выглядит пробирка на каждое животное по 2 пробирочки. Дальше мы отмываем ритроциты. К ритроцитам мы добавляем 2-3 объема фироствора. Аккуратно перемешиваем, мы центрифугируем при 3000 оборотах минуту, где-то чуть больше, 1 минуту. И мы сливаем супернатант сыворотку. ритроцитам и отмывку повторяем два раза. Вот здесь показаны эритроцитовки отмытые фироствором. После третьей отмывки мы слепаем фироствор, отмывающий, супернатант, на доходочную жидкость. И мы смешиваем оставшиеся пробирки эритроциты с фироствором новым до получения 4-процентной суспензии. То есть, например, 0,2, если у нас образовалось 0,2 мл эритроцитов, мы добавляем туда 4,8 мл фироствора. Отбираем просто. Вот что у нас получается. Такая красненькая с фироцитами. И мы далее подписываем 4 пробирки и помещаем в них следующие. То есть большая перекрестная проба. Мы помещаем в одну пробирку одну каплю сыворотки пациента и одну каплю рецепиента и одна капля суспензии эритроцитов донора. Вторая пробирка будет под названием малая перекрестная проба. Туда мы добавляем одну каплю сыворотки донора и одну каплю суспензии эритроцитов рецепиента. Мой компьютер же меня, вот так сказать, все исправил. Ну, да, рецептент, пациент, в принципе, как бы одно и то же в данном случае. Контроль пациента, да, одна капля сыворотки пациента и одна капля сиспензии эритроцитов пациента. То есть нет ли у нас аутоаглютинантской вообще. И контроль донора, да, одна капля сыворотки донора и одна капля сиспензии эритроцитов донора. То есть это, ну, здесь не должно быть никакой аутоаглютинантской, в принципе, ну, то есть они должны быть совместимы. И все эти пробирочки мы инкубируем 15 минут при 37 градусах. После инкубации мы центрифугируем эти пробирки при 3400 оборотах в минуту, 15 секунд, и снимаем результаты, да. Да, интерпретация результатов у нас будет силовища, то есть макроскопически, мы просто с вами смотрим на эти пробирочки глазами. То есть при совместимой крови не должно быть никаких признаков аглютинации, да, никаких там, ну, вот, как, ну, хлопья, да, гранул. Ну, представляете себе, что такое там аглютинация. И при легких манипуляциях пробирки, то есть эритроциты должны свободно отходить от осадка. То есть в супернатанте не должно быть никакого гемолежа, то есть он должен быть прозрачным. И микроскопическая интерпретация результатов. То есть мы каплю смесь в сыворотке с эритроцитами, с каждой пробирочкой, помещаем стекло. Под микроскопом эритроциты должны выглядеть как отдельные клетки, соответственно, да, не с конгломератов. То есть и кошек, ну, как бы, аглютинация должна, она будет выглядеть как виноградные грозди, а не как монетные столбики. То есть вы должны помнить, что монетные столбики у кошек это, ну, вариант нормы. То есть аглютинация выглядит как вот грозди, как виноградная грозь под микроскопом. Вот. Вот у нас была большая перекрестная проба, то есть у нас были, ну, совместимые кошки. Вот, да, никаких особо, никакой аглютинации, ничего. Тоже монетные столбики, то есть монетные столбики, то есть у нас тоже, ну, как бы, тоже они, никаких там конгломератов у нас особо не было, ничего. И если у нас нету термошпата, ну, все, мы эти пробы можем просто провести на стекле. То есть первые два пункта протокола, они совпадают с предыдущим протоколом. И, собственно, затем мы для каждого домора, если он не один, готовим по три стекла. Каждое мы помещаем как большая, малая проба и контроль рецепиента. То есть затем мы помещаем одну каплю эритроцитов и по две капли плазмы на стекла, вот в соответствии с ниже следующим протоколом. То есть для большой перекрестной пробы мы на стекло помещаем одну каплю эритроцитов донора, плюс две капли плазмы рецепиента. Для малой перекрестной пробы мы на стекло капаем эритроцитов рецепиента, плюс плазмы донора, контроль рецепиента, эритроцитов рецепиента, плюс плазмы рецепиента. Потом мы начинаем осторожненько с вами покачивать стекло, чтобы смешать сыворотку эритроцитов. То есть не надо там трясти со всей дури, а осторожненько качать. И собственно через пять минут перемешивания такого, естественно аккуратного, нужно будет исследовать эти стекла на наличие гемоглюцинации. Собственно если на стеклах присутствует глюцинация, это будет свидетельствовать о несовместимости крови. Глюцинация даст контроль, который там быть не должно, она будет свидетельствовать о том, что вы там что-то перепутали и куда-то что-то не то добавили. То есть это неправильно. То есть этот тест можно будет выкидывать и начинать все заново. Вот, то есть вот у нас тоже были совершенно совместимые кошки. Вот не получилось у нас добыть две несовместимых крови. Вот это все было подходовым названием «Митик плюс кушок». И вот, собственно, эту кровь можно было там переливать спокойно. Но это было просто сделано для фотографирования, чтобы это было наглядно. Вот, да, что мы должны с вами учитывать перед тем, как перелить кровь кошки. То есть, ну это железное правило. Кошки с группой крови А мы можем переливать только кровь с группой крови А. Соответственно, кошки с группой крови Б только кровь с группой Б. Да, и кошки с группой крови А-Б могут не переливать кровь только группой А-Б. Если, ну, такой крови нету, то вторым не очень хорошим выбором у нас будет кровь с группой крови А. Потому что у него не такие, при группе крови А, не такие вот реагенные реактивные алоэнтитила. И, ну, в любом случае, да, это не связано с группами крови. Но, как бы, не стоит забывать, что при любом переливании мы все-таки должны проверять кровь донора на инфекционные агенты, да. Вирусный монописицид, вирусный лекоз почерки неплохо бы проверять на бортонелиоз. Вот, ну, на, грубо говоря, гемотропный мекоплазмоз, возможно, проверять и не нужно, потому что, в любом случае, через час эти гемотропные мекоплазмы уже будут нежизнеспособны. То есть, ну, если вы только там напрямую как-то собираетесь что-то любить, но тоже маловероятно, ну, тогда мы и все равно и проверить ничего не успеем. Вот, это стоит все дышать в голове. Да, по поводу переливания, да, и определения, там, совместимости. Еще можно, да, вот этот тест, он больше важен для, наверное, животчиков, кошек, да, которые планируют увязать своих животных, у которых кошки пород с высокой частотой встречаемости, аллели бы, а, популяции в породе, да, и им, в общем-то, в передвязке неплохо бы знать, действительно, кого он с кем вязать. То есть, это генетический тест. Он, собственно, результатом его будет генотип животного и, да, дифференцировка группы крови B. То есть, мы определим состав аллелей, там, какие, да, он животным, а какая, какие, что он там получил наследство от родителей, и мы выясним, кошка все-таки с группой крови B или кошка с группой крови не B. И, естественно, да, мы можем потом дальше использовать результат этого теста при планировании вязок таких породистых животных. И это нам, им, да, заводчикам, да, шанс избежать, в общем-то, неонатального из-за этих троллеров. Вот, наверное, собственно, все, что я хотела вам сказать сегодня. Сегодня давайте сейчас, собственно, я посмотрю вопросы. Ой, так, это вот, собственно, порвавирус. Так, спирт, спирт, спирт. Так, выражители кошки, скажите. Вот, вопрос, скажите, пожалуйста, резус-фактор есть ли на ретроцветных у кошек. Ну, да, я думаю, что вы уже получили ответ на свой вопрос. Это не называется резус-фактор, это называется мик-фактор. Да, но нечто подобное действительно есть на эритроцитах кошки. Значит, вопрос, а если не определилась ни группа А, ни группа Б, тогда группа А, Б. Ну, дело в том, что, скорее, наоборот, тогда у вас на этом тесте будут просто, как вы понимаете, ну, две полосы, да, и две лунки саглюцинации. Это будет свидетельствовать о том, что у вас группа А, Б. Скажите, пожалуйста, данная группа крови специфична только для домашних кошек или для всех животных, относящихся к семейству кошачьих? Насколько я понимаю, это для всех кошек, ну, для всех кошачьих характерно, действительно. У них одна система групп крови. Так, а как-то можно проверить, есть ли антиген МИК или антицелак к нему перед переливанием? Ну, собственно, можно, да, с помощью перекрестной пробы, да, на сегодняшний момент. Вот, если я ответила на все ваши вопросы, если, может быть, есть еще вопросы, то, пожалуйста. А если нет, то, ну, собственно, наверное, я больше, да, не могу вас задерживать. И так, наверное, устали, и вас очень утомило. И тогда будет желание, мы можем с вами встретиться еще 25-го. Вот, спасибо огромное вам всем за внимание, что вы выдержали всю эту лекцию и была очень рада с вами пообщаться. Да, Дарья Дмитриевна, большое спасибо. Замечательный семинар. Вопросов действительно больше у нас нет. Коллеги, я еще раз от имени всех слушателей хочу сказать большое спасибо. Это у нас и в чате, и в закладке «Вопрос-ответы» все выражают огромную благодарность. До новых встреч. 25-го числа, как Дарья уже сказала, у нас будет еще один семинар. И традиционно постараемся до конца этой недели сделать запись и, соответственно, разместить ее в соответствии с закладкой в нашей группе ВКонтакте. Поэтому еще раз всем спасибо и до новых встреч. До свидания. Продолжение следует...